Почему я к нему обращаюсь? Во-первых, мне это посоветовал подписчик. Ну и, честно говоря, объективизм, это такая вот философия своеобразная здравого смысла. Это философия, ну как раз того, что есть что-то объективное, есть что-то однозначное, есть что-то очень простое. И в этом смысл, ну то есть для познания, что-то можно очень просто познавать. У нас есть объективизм как бы для этого. И это противоречит скептицизму во многом. Мы должны рассмотреть, почему те или иные тезисы. Айн Рэнд непосредственно являются сомнительными. Статья на Википедии по объективизму, на мой взгляд, довольно-таки подробная. Довольно-таки подробная, друзья. Не факт, что тут все написано правильно, поэтому если вы являетесь знатоком объективизма по Айн Рэнд, пожалуйста, делайте поправки. Я с удовольствием на них тоже отреагирую, потому что я специалистом в ее философии не являюсь и текст достать не смог. Я старался, я пытался. И еще вот подписчик пытался это сделать всеми силами, но у него тоже не... О, вчера я это пытался сделать, а я уже сегодня утром. Ну что же, поехали. Ну просто тут еще дело в том, что философия Айн Рэнд в целом, она как бы такая характерная для объективистских концепций. Ну то есть у нас есть определенные околоаналитические течения, не знаю, и прочие, которым свойственны вот тезисы, которые Айн Рэнд все-таки берет из истории философии и выдает их за свои. Ну, начнем с простого. Айн Рэнд – это такой простой объективизм, и с ним проще всего будет нам работать. Потом можем переходить к более тяжелым текстам, не самой Айн Рэнд, а уже, не знаю, аналитических философов, например, настоящих, тяжелых, сложных, которые тоже можно разбирать. Ну, если вам будет вообще это интересно. Основой объективизма является фундаментальный монизм – единство мира и языка, бытия и мышления. Если это верно, ну, скорее всего, это верно, но тут переиначить довольно сложно из текста, я полагаю. Проблема заключается в том, чтобы обнаружить вот этот вот сам факт единства языка и мира, с одной стороны. То есть у нас нет никаких оснований полагать, что мир и язык каким-то образом являются едиными. Особенно язык, который апеллирует непосредственно абстракциями. Да, мы можем сказать, смотрите, вот книга, вот книга, вот она, мы на нее указываем пальцем. Но как только книга пропадает из нашего поля зрения, мы говорим «книга», и это становится такой дичайшей абстракцией. И мы не понимаем, о чем мы конкретно говорим. Каждый человек представляет себе свою какую-то книгу в этот момент, или не представляет вовсе. Ну, книга и книга. То есть такое вот единство мира и языка проявляется буквально вот таким вот указанием на это. И вообще, в принципе, можно этого не делать, можно просто указывать пальцем в данном случае. Язык здесь не нужен. Смотрите, вот, вот я показываю на книгу, книга. И можно не говорить даже слово «книга», просто есть палец и есть книга. И мы понимаем вот этот жест. То есть язык здесь уже не нужен. Ну, я в данном случае просто действительно рассматриваю все более-менее с номиналистических позиций. Очень удобно критиковать всякие абстрактные концепты с помощью номинализма. Ну, поскольку вот скептики применяют весь набор философских доказательств для опровержения противоположных философских точек зрения, номинализм чаще всего нужен. Ввиду того, что большинство учений так или иначе основываются на той или иной форме универсализма. Понимает ли это, вот, данное учение или не понимает, ну, вот так вот получается. Единство мира языка. Как его подтвердить, я, честно говоря, не знаю. Вот просто вот совершенно не знаю. Также есть у нас постмодернисты, которые, вот, наоборот, уверяют, что язык сам по себе существует. Он существует в таких, в общем-то, рамках, в которых он сам осылается на себя. Возникают гиперссылки. Ну, в общем-то, возникают симулякры. Язык уже отдалился от реальности и сам по себе каким-то образом функционирует. Не будем сейчас подробно это разбирать. Ну, просто вот есть такая концепция, она тоже вполне так себе обоснована. Как нам подтвердить единство мира языка? У меня просто вот даже нет никаких мыслей на этот счет. Ну, есть много, конечно, попыток, которые люди пытались это сделать. Но, по-моему, все они не то чтобы потерпели крах, но они просто сомнительны. То же самое с бытием, еще глубже мышлением. Это давний тезис Парменида о том, что бытие и мышление едино. То, что у нас происходит в мышлении, то, о чем мы можем подумать, то есть. А наоборот, нет. То есть, то, чего ничто, помыслить нельзя, получается. А что-то помыслить можно. Если мы можем это помыслить, то оно, в принципе, есть. И Парменид на базе этого смог помыслить неподвижное бытие. Неподвижное, да, такое вообще неразделимое, единое, целостное бытие. Приветствую, абсолютный дух. Мы сегодня разбираем философию Айн Рэнд объективизм. Объективизм, ну, не то чтобы разбираем, мы его критикуем с точки зрения скептицизма. Пытаемся вот усомниться в такой позиции и в подобных концепциях. Ну, такого более-менее, да, видимо, это наивный такой реализм. Ну, не в четком понимании наивного реализма, конечно, он именно такой вот простой. Простой реализм. Потом можем переходить к более сложным вариантам. Будем разбирать сначала вот... Сегодня мы разберем сначала вот статью в Википедии, но это так. Если кто-то специалист, он пусть меня поправит. Потом еще статью научную непосредственно будем разбирать по объективизму. Но, к сожалению, текст Айн Рэнд, посвященный этой проблеме, я не нашел. Ну, в смысле, вот, введение в объективистскую эпистемологию, у нее есть текст, который вот как раз касается того, что я бы хотел разобрать, я бы хотел текст полистать этот. Но вот не получилось, к сожалению. Придется вот такими вот детскими методами работать с Айн Рэнд. Ну, ну, вот как-то так получается. Но стрим-то все равно идет. Мы думаем, мы размышляем. Мы ищем какие-то ответы. И это в любом случае хорошо и полезно. Так, единство бытия и мышления. Действительно ли это просто так? Вот у нас мышление. Что только наше мышление за всю историю философии не выдавало. У нас есть и Гегель, и Маркс. У нас есть Парменид. У нас есть Гераклит. У нас есть... Мышление выдает вообще какие-то абсолютные противоположные позиции. И по какой причине мы должны думать, что бытие и мышление едины, взаимосвязаны. Какая-то связь, наверное, все-таки есть. Но какая степень этой связи присутствует, мы тоже, по сути, не знаем. Поэтому тезис слабый. И он не может лечь в основание. То есть на базе этого текста ничего доказать нельзя. Но очень удобно. Очень удобно, если бытие и мышление соответствуют друг другу. Также очень удобно, если мир и язык соответствуют друг другу. Да, действительно, невероятно удобно, если так действительно вдруг все совпало. Если так в мире все сложилось, что вот у нас и мышление вдруг внезапно с бытием едино. И язык с миром тоже как-то вот един. Замечательно. Это очень хорошее совпадение, очень интересное, очень примечательное. И если оно действительно имеет место, ну хорошо. Мы очень рады, должно быть. Что значит единство бытия и мышления? Единство сущности и явления? Ну тут правильный вопрос задан у нас в чате. Потому что единство бытия и мышления в целом можно понимать по-разному. Потому что вот у нас тут есть единство сущности и явления. Да, тоже такое переначивание. Бытие может быть понято по-разному. Причем в контексте философии 20 века, например, темы бытия, они уже меньше касаются бытия в целом. И они касаются больше бытия личного человека. Тогда бытие и мышление могут быть едины. Но если мы возвращаемся к Пармениду, то скорее всего подразумевается, что есть некое общее, большое, гигантское бытие. И наше мышление, оно соответствует законам этого самого бытия. И только поэтому с помощью нашей логики и рассуждений определенных, ну там, Парменид, конечно же, доологический философ, но с помощью определенных рассуждений мы можем открыть тайны этого самого бытия. И внезапно оказывается, что движение невозможно, что у нас есть опория Зенона, который предлагает ученик Парменида. Что внезапно все там неподвижно, а движение, которое мы наблюдаем, иллюзорен на самом деле. Вот что мы получаем из единства бытия и мышления по Пармениду, например. Но таких подходов много. Многие мыслители пытались найти вот этого тождества между бытием и мышлением на протяжении всей истории философии. Поэтому вопрос действительно актуален, и его можно бесконечно долго разбирать. Вопрос такой. У Парменида не выходит дурной круг. Самопознание бытием бытия. Дело в том, что Парменид, видимо, не осмыслял человека как бытие. Салам, Кирилл! Вот мы и разбираем объективизм Айн Рэнд. По завещанию, к сожалению, сейчас с Википедии. Потом мы перейдем на научную статью. Может быть, еще какие-то научные статьи я поищу для вас, посвященные данной проблематике. И мы их поразбираем. Но все-таки ученые, студенты, которые занимаются этой проблемой, они, наверное, изложили все очень хорошо. Ну, более-менее хорошо, понятно и кратко, и мы сможем это разобрать. Текст я тоже не нашел. Он везде платный. Так вот. У Парменида не выходит дурной круг самопознания бытием бытия. Так вот. Вот проблема заключается в том, что во времена Парменида еще не существовало бытия человека как такового. Когда Парменид употребляет слово бытие, он имеет в виду огромную, неделимую, сферическую херовину, которая неподвижна в себе и снаружи вообще никак не подвижна. В общем-то, как-то так. Такой мифический клевый объект. Стоп. А что такое человек у Парменида? Ну, у Парменида вы видели его поэму? Там все очень трудно. А, если все бытие, то что есть человек, если он вовне? Он не вовне бытия, он внутри бытия. И тут действительно большая проблема, потому что мы не можем раскрыть полностью, наверное, философию Парменида, ввиду того, что она изложена в отрывочном, в общем-то, тексте о природе. Этот текст, между прочим, написан в стихах, и он написан очень мифологически. Ну, то есть там мужик садится на колесницу и мчится к истине. Как бы я вам раскрываю. А непосредственно философии там, ну, вот-вот-вот немножко, и все равно ее как бы оттуда пытаются вывести как можно еще больше. Ну, вот так вот там было интересно. Трудно-трудно-трудно-трудный вопрос. Скорее всего, о человеке как бытие он просто не размышлял, и эту проблему уже поднимали значительно позже. У Парменида выходит какая-то Адвайта-Виданта. Понимаете, в чем дело? В Адвайта-Виданте есть божество. Брахма. Брахма, он личность. Это чтобы мы разницу видели вообще просто. А так, в целом, да, включение в таком же смысле может быть и есть. Потому что, да, действительно, имеется некая майя, то есть иллюзия. Это в Адвайте-Виданте тоже есть. Но разница именно вот в этом центре бытие. Бытие Парменида безличное. И с другой стороны, бытие Адвайта-Виданте как таковое, это личность. Это, ну, личность, не личность, как можно бога обозвать. Но это бог. Это определенный бог Брахма. Иногда не Брахма. Потом вот эти вот все концепции с Адвайта-Виданте, и Двайта-Виданте, и не знаю, других Видантов, всех прочих. Они, ну, трансформируются, превращаются там и вишну, и шива иногда появляются в качестве основного бога. Но суть остается та же. Есть некое личное божество, у которого есть множество аспектов. И там происходит определенная игра, которая, в общем-то, выводит их на уровень майи. Майя-майя иллюзия. Мир, этот мир перед нами как будто бы пляшет. Иногда с помощью трех нитей, три гун, в некоторых учениях, в некоторых нет, появляются таттвы уже в кашмирском шиваизме, 36 таттв, которые, конечно же, связаны с таттвами Санхи. Ну, неважно. В общем, все здесь очень сложно получается. У Парменида до такого либо не додумывался, либо это вопрос не сохранилось в истории философии. Разница все-таки большая, но в целом такой контекст, аспект есть. Тут еще надо, не знаю, думать о том, ну вот мы люди, у нас тела физические, тела, вот вы видите, они могут по-всякому двигаться, да, они вот, я руками двигаю, а бытие-то неподвижно. Что значит человек есть по Пармениду? Здесь, наверное, все сложнее. В итоге, если было чё, то оно создало ничё, Цунады нам пишет. А если учесть, что было ничё, то оно родило чё, которое, да, вот это и есть. То есть оно родило мощное чё, которое победило ничё. Это, кстати, всё вот это вот размышления о бытии, в том числе Хайдегеровские, они во многом восходят к Пармениду. Только Хайдегер их преломляет уже к человеку и к человеческому бытию непосредственно. Он как бы возрождает тему бытия и преломляет её к человеку, к человеческому такому существованию непосредственно. Это тоже такой вот, может быть, и не прорыв лично Хайдегера, потому что, ну, до него всё-таки что-то подобное тоже пытались делать. Но такая человеческая антология, по многому, да, это Хайдегер. Продолжаем. Мы тут уже на первой фразе, мы тут остановились прилично. Существует только одна объективная реальность, а не две отдельных. Реальность сама по себе и её описание. Ну, то есть, существует одна объективная реальность, описание её является, видимо, частью этой реальности. Ну, то есть, может быть, есть параллельные миры, это часть той же самой реальности объективной. А может быть, есть ещё чего-нибудь, не знаю. То есть, что такое одна объективная реальность, я здесь тоже не понимаю. Объективизм предполагает, что существует только одна объективная реальность, и что человеческий разум является средством её восприятия. Ну, очень удобно. А для человека важны разумные моральные принципы. Ну, тоже очень удобно. Ну, то есть, давайте, в общем-то, как аксиомы. Ну, я не знаю, в тексте это доказывалось или не доказывалось. Скорее всего, Айн Райд не доказывалось. Но, скорее, ну, вот это очень удобная позиция. И её придерживаются многие, кстати, аналитические мыслители. Не все. Многие. Реалисты всевозможные так или иначе к этому тяготеют. Объективизм предполагает, что существует только одна объективная реальность, и она познаётся человеческим разумом. Вот и всё. Всё. Рационалисты тоже любят вот эти вот высказывания. Просто она познаётся человеческим разумом. Мы будем это доказывать? Да, нет, наверное. Ну, это просто вот очень удобный постулат. Если это так, конечно, замечательно. Рационализм работает. Ну, а кто сказал, что это так? Ну, а как это доказать? Как это проверить? Неизвестно. Отдельные люди находятся в контакте с этой реальностью посредством сенсорного восприятия, получают объективные знания через восприятие измерения, формулируя обоснованные концепции погрешности измерений. И надлежащей моральной целью жизни является стремление к собственному частью или рациональный эгоизм. О, тут комментарий. Объективизм предполагает, что человек отчуждён от истины, и вот методом Unraid отчуждение снимается. Только вот что такое само отчуждение? Я, кстати, ещё не дошёл до отчуждения, но мы сейчас, видимо, тоже просмотрим всё это. Что вот в этом предложении у меня вызывает такие вот чувства сомнения? Во-первых, то, что человек находится в контакте с реальностью посредством сенсорного восприятия. Может быть, прежде всего мы должны усматривать степень этого контакта. Ну, например, если мы берём сайентизм, науку, непосредственно, степень нашего контакта с реальностью, ну, такая как бы, ну не очень. Мы не чувствуем большую часть цветов. Цвета сами по себе тоже не особо как бы существуют. Это не какие-то идеи Платона. Это просто наше восприятие. Мы их внутри делаем цветами. В нашем мозгу они делаются цветами. В реальном мире они не предстают как цвета, по сути. Цвет — это то, что существует у нас в голове. Соответственно, даже материальные тела, которые мы видим перед собой, они тоже не существуют в реальности как реальные объекты. Такие, какие мы видим. То есть это не наивный реализм в науке, например, в той же. А это, наоборот, куда более глубокий реализм, который подразумевает в себе определённую иерархию. Иерархию — это клетки. Ну, сейчас человек. Большая такая иерархическая штука. Поглубже — органы. Органы состоят из тканей. Ткани состоят из клеток. Клетки состоят из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из атомарных частиц. Там ещё электроны есть, вращаются. Электроны состоят из квантов же вроде уже, да, состоят. Уже дальше у меня травоза начинаются, да. И там ещё много 200-200 элементарных частиц всевозможных, более элементарных, чем атомы. И это, в общем, как-то вот так вот. Такая иерархия в науке. И сенсорным восприятием мы познаём вот. Вот только вот это. Ну и органы. 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 Мы можем разрезать человека, ВВ-секция. Мы не поддерживаем разрезание человека посредством ВВ-секции. Живых людей разрезать не рекомендуем. Если вы не хирург и не хотите их вылечить. Конечно же. Вот. Но при этом, как вы понимаете, сенсорным восприятием мы не можем познать даже клетки. Нам нужны специальные приборы для этого. Даже ткани мы с трудом познаём с помощью нашего сенсорного восприятия, потому что уже сильно маленькое что-то. Комментарий, комментарий. И отчуждение – это то, что оказывается в основе любого реализма. Ибо он делит мир на ложь и правду, воображение, реальность, ошибку и истину. С тем, что надо человека вывести. Лжи, воображение, ошибок. Да, согласен. У многих аналитических философов негативное, кстати, отношение. Ну, тех, которые как раз к реализму тяготеют. Негативное отношение к воображению как таковому. Поэтому, когда я писал, кстати, текст про воображение, я очень мало упомянул аналитических философов, ну, потому что у них негативистская трактовка чаще всего. Чаще всего именно воображение. Вот. То есть, да, действительно, миф о творчестве, воображении. Ну, ты там сказки себе напридумывал всякие. А есть великая, незыблемая, замечательная, объективная реальность. Кстати, здесь мы можем сделать привязку уже к следующей потом теме, которая потом у нас будет. Это диалектика мифа Лоосева. Мы тоже будем об этом говорить, отчасти. Но сами эти отрицательные состояния принимаются как данность. Человек просто заброшен в них, но непонятно почему. Ну, как-то так действительно и получается. Потому что, ну, аналитическая трактовка, и не только аналитическая, объективистская, реалистическая, она как бы подразумевает, что воображение, ну, надо бы ему потесниться немножко. Оно должно в лучшем случае изображать реальность. То есть, хорошее, и хорошее воображение, даже и плохое. Хорошее воображение позволяет нам воображать то, что было в реальности. Ох. А плохое воображение, что же у меня под глазом? Это тень такая? Так вот, хорошее воображение позволяет нам представлять то, что было в реальности. Ну, например, книжка. Книжка, книжка, книжка. Вообразите эту книжку, она была в реальности. Вы теперь можете вообразить, что я ее держу здесь в руке. А вот так можно. А воображать то, чего никогда не было, нельзя. Ого-го, тут такие уже более философские вопросы. Почему природа, мир, материя, Бог абсолютно не открывает себя полностью во всей красе истины? Я скептик, я не знаю, как бы все просто. Для меня все просто в данном аспекте. Тем более, я не знаю, есть ли методы, с помощью которых вот эта вот открытость полностью во всей красе истины является возможной или нет. То есть надо тоже думать, вдруг есть такие методы, а мы ими просто не пользуемся. Вот. Цунада, а что в Википедии не так написано? Что не так, поясните, я с удовольствием разберу. Ну вот опять же, вторая часть предложения. Мне тоже не нравится, почему-то у нас здесь есть переход от есть. То есть вот у нас мир объективен, такой-такой прекрасный, замечательный, можно познавать, просто смотрим и познаем. Как просто, как замечательно, как хорошо. И все это стремление, ну из этого исходит стремление к счастью. И рациональный эгоизм непосредственно. То есть почему-то у нас суждение в формате что-то есть, причем даже не то, что есть, что-то можно познать таким образом. Гносиологическое суждение переходит в этическое. Я надеюсь, это только в этой статье, а у... А, окей. Цунаде, Цунаде, прости. Единственной социальной системой, соответствующей с этой моралью, является полное уважение индивидуальных прав человека. Ну вот тут уже ответы, уже беседы идут, потому что абсолютно недостижимый, он будет распадаться. При этом хорошо Малевич написал в супрематизме. Там про Бога. Вот, ну, не знаю. Ну вот, смотрите, у нас есть... У нас есть вот тут такое утверждение, что вот весь мир, весь мир вот этого познания, все нормально, можно легко познавать, объективно. И это вдруг внезапно значит, что мы должны признать индивидуальные права человека, с одной стороны, и признать капитализм с минимальным вмешательством в экономику. Ну, я не знаю. По-моему, здесь следования нет, и доказать то, что вот этот тезис из предыдущего невозможно. Тем более, я не уверен, что это единственная социальная система, в которой соответствующая этой морали. То есть стремление к собственному участию в соответствии с рациональным эгоизмом. Тоже странно. Название объективизма исходит из предположения о том, что человеческие знания и ценности объективны. А, окей, ну. Ну, все, понятно, почему ее философом никто не считает, но вот это фуфло просто совсем. То есть знания, ладно, знания, окей, хорошо, а ценности уже как бы немножко так. Сложно доказать. С моралью тоже проблема, тоже индивидуальные права человека. Откуда у человека индивидуальные права? Что это? Это объективная штука существующая или она возникает в человеческом договоре? Если она объективно существует, а, видимо, это так, судя по вот этому вот сказанному здесь. Ну, странно. Странно, странно, странно. То есть, причем, смотрите, здесь все-таки поясняется, они не созданы чьими-то мыслями и определены природой вещей, чтобы быть обнаруженными человеческим сознанием. Важно не смешивать объективизм по Айн Рент и объективизм в философии. Все, все, теперь все защищено, все понятно, действительно. Потому что это очень странно. Да, получается, Айн Рент продолжает сократовскую традицию морального реализма. Да, возможно, даже с этим можно согласиться. Ну, тут очень наивно. Тут прям очень наивно. То есть, не знаю, наши этические взгляды не созданы чьими-то мыслями, а определены природой вещей. При этом природа вещей в разных регионах оказывается разной, вероятно. Как и политические системы в разных регионах, как и этика в разных регионах. Значит, природа вещей везде разная оказывается, во всех регионах. Бывает? Так, основные тезисы Айн Рент. Бытие существует? А небытие не существует. Парменид. Сознание осознанно. То есть, ее основные тезисы это тавтология? Ладно. Блин, ну черт, сейчас. Мне это надо пережить просто немножко. Если это правда так, ну и как-то меня это немножко не радует. Бытие есть тоже. Парменид. То бытие есть тоже. Хорошо. Тоже парменид. Два парменид, да и какая-то херня про сознание осознанно. Хорошо. Ну это типа отсылка к рационализму. Основная аксиома объективизма. Объективная реальность существует независимо от воспринимающего ее человека. Ну как пример опять же научное познание берем с одной стороны в науке уже. Открывайте лучше статью в Стэнфордке про Айн Рэн. Мы сейчас посмотрим, мы на другую статью перекинемся. Мы сейчас разберем гносиологические аспекты Википедии, а потом уже более научную статью, но к сожалению не в Стэнфордке. Там наверное на английском все, да? На английском сложнее будет воспринимать. Я боюсь, я часть важных философских терминов просто не пойму. Потому что я на английском мало читаю именно вот такой философской литературы, поэтому, ну лол. Я не хочу позориться, к сожалению, друзья. Объективная реальность существует независимо от воспринимающего человека. Ну, автоперевод. Я смогу перевести так же, как автоперевод, понимаете, уважаемые? Вот в чем проблема. И это не всегда будет хорошо. Ну ладно, давайте посмотрим тогда Стэнфордку чуть-чуть позже. Так, несмотря на врожденное коммунизму, ладно, плевать на коммунизм, в своих рассуждениях любила ссылаться на Аристотеля. А есть А, но это да, это еще к пармениду восходит. Вот, давайте вот это вот. Объективизм подразумевает единую систему для всего мировоззрения и в проекциях на соответствующие аспекты утверждает следующее. Ну вот, существует объективный мир, независимый от восприятия человека и его отношения к фактам. С-а-м-ни-ти-ль-но. Сомнительно. Вот это вот сомнительно. Ну давайте тогда к Стэнфордке обратимся, действительно. Сомнительно. Существует объективный мир, независимый от восприятия человека и его отношения к фактам. Сомнительно. Определенно сомнительно. Вдруг его не существует. Вдруг он не объективный. Вдруг он субъективный мир. Вдруг существует большое количество субъективных миров, вдруг он непознаваем или зависит от восприятия человека. Вдруг существует объективный мир, который зависит от восприятия человека и его отношения к фактам непосредственно. То есть важно еще понимать, что сам человек может, ну, субъективный мир одновременно может существовать и быть независимым от восприятия человека, с одной стороны. Но вот уже с восприятием проблемы, ну, по крайней мере, ученые это как бы отрицают, потому что есть проблемы наблюдателя и зависимость от наблюдателя, ну, имеется некая. Как минимум проблема описания наблюдений, видимо, здесь наблюдается. Ну, неважно, неважно, неважно. И его отношение к фактам. Отношение к фактам, оно имеет отношение к познанию, к сожалению. Ну, то есть связь человека и реальность, вот это вот отношение к фактам, оно и решается здесь, в этом пункте. Второе, второе у нас глава гласит. Единственный способ восприятия мира – это разум, под которым понимается умение воспринимать и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. Он же должен являться единственным руководством к действию. Я не понимаю, что такое разум, кстати, вообще никогда не понимал особо. Я понимаю, что такое рассудок. С рассудком все очень просто. Ну, мы проводим у себя в сознании или не в сознании, в тексте какие-то логические ходы. Ну, не знаю, вот, например, «Все люди смертны». Сократ – человек, Сократ – смертен. Здесь имеется абсолютная логическая форма, ну, модус поненс, «Все просто», «Все понятно», «Все легко». Все непосредственно мы из этого уже понимаем, что мы провели некое логическое рассуждение по определенной форме. Значит, существует, ну, рассудок в каком-то смысле есть что-то, что можно назвать рассудком. А с разумом все куда более абстрактно. Во-первых, потому что он рождает абстракции, с одной стороны. С другой стороны, так или иначе, он связан с воображением и даже восприятием, и вообще всем, и памятью, и очень-очень много у него связи. То есть зафиксировать, что такое разум в контексте других человеческих способностей – это невероятно сложная задача для исследователя. Вообще-то, для философского исследователя, если очень основательно к этому подойти, а не просто там раздавать какие-то категории направо-налево, то это очень сложная задача. Поэтому я просто вот радикально не понимаю, что такое разум. У меня всегда с ним проблемы. Под которым понимается, вот объяснение, еще и восприятие понимается сверху, умение воспринимать и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. Ну тут единственным способом восприятия мира является умение воспринимать и обрабатывать информацию. Вот как бы если вот так вот, если мы просто абстрагируемся от слова разум и продолжим через определение это понимать, единственный способ восприятия мира – это умение воспринимать. Я не знаю, понимаете, в чем проблема? Платон, когда он задавал понятие разума, он понимал под этим связь с миром идей. Разум это то, что связано с миром идей непосредственно. Это тоже непосредственно заставляет нас припоминать то, что существует в настоящей реальности, неподдельной, великой, неизменной, где все существует в своих идеалах. Вот, вот к этому он действительно отсылал. Это и есть разум в его учении. А что потом становится с разумом? Приключение разума в философии, ну это та еще оргия, честно говоря, философская, интеллектуальная. Ну, включая его приключения, связанные с более такими вот сиентическими направлениями, там уже разум вообще по-другому воспринимается. Ну, то есть быть ученым, значит быть разумным практически. Да, и вот тут разум это некая эмоция, говорят, написано. Эмоция от мышления. Когда мы мыслим, мы чувствуем какую-то эмоцию, которую не чувствуем иначе. В том числе можно трактовать это так. С разумом у нас всегда очень много сложностей связано, вообще непонятно, что это такое. Много определений дано, они все разные, они базируются на разных методах, на разных подходах. Рационализмами называются вообще разные штуки, вообще невероятно разные. Гегельянство называется рационализмом. Гегель там, в общем-то, занимается построением диалектической картины мира, идеалистической диалектической картины мира. Какое отношение это имеет к разуму? Ну, познание каких-то общих законов, видимо. Видимо, вот на этой базе можно называть его концепцию рационализмом. Но его подход, он разительно отличается от платоновского, с одной стороны, подхода, с другой стороны, от подхода эпохи просвещения. То есть это что, какие-то разные, разные, разные... Так, только что начался разъеб-либерториах, и у меня пропал интернет. Просто да, они завладели интернетом. Ну, вот просто попытки привязать к либерализму, к либерторианству и прочим таким либеральным идеологиям, объективные какие-то показатели из теории познания, по-моему, это крайне странно. Есть сходство между рационализмом Декарте и неорационализмом Башляра. Ну, Башляр, если не ошибаюсь, вводит вообще в стандартную концепцию рационализма такие понятия, которые непосредственно связаны с воображением и нерациональными аспектами бытия человека. То есть если во времена Кортезия и позже под рационализмом понимается нечто такое холодное, безэмоциональное, то, что не включает в себя воображение, нет там никакой веры, то Башляр уже посложнее это немножко трактует. Ну, это все в контексте философии конца 20 века, в контексте философии, с одной стороны, Киркегора и Ницше, с другой стороны, в контексте философии психоанализа. И не только философии психоанализа, ну, вообще всей деятельности психоаналитиков Башляр был тесно связан с психоаналитическими персонажами основными, включая Юнга. И в этом смысле ему приходилось как бы переосмыслять рационализм уже на базе всего этого, потому что есть, оказывается, бессознательное. Оказывается, есть нечто бессознательное. И это бессознательное каким-то образом влияет на человека. И каким-то образом, если мы делаем концепцию неорационализма, рационализм должен включить в себя иррационализм, с одной стороны, и все это иррациональное. Вот. Сходство рационализм. Различие иррациональное, которое Башляр учитывает, а люди до Башляра, не то чтобы до Башляра, до иррационалистов, они это не учитывали по преимуществу. Сунады, что... ну ладно, там уже диалог. Так, продолжаем. Единственный способ восприятия мира это разум. Ну, определение разума создает у нас логический круг сразу. Я надеюсь, это только в этой статье. Мы Стэнфоргу посмотрим. Посмотрим Стэнфоргу, да. Каждый человек должен, во-первых, стремиться к своему личному счастью. Ну, этические постулаты мне всегда не нравятся, но это они суперсомнительные. Они всегда суперсомнительные автоматически. Ну, там диалог про либертарианцев продолжается, да. Каждый человек должен, во-первых, стремиться к своему личному счастью. Ну, непонятно, почему человек вообще должен стремиться к счастью. Почему человечество должно стремиться к счастью. Это тоже как-то, ну, нерационально, как минимум, и необъективно. Человек может не стремиться к счастью. Может не стремиться ни к личному счастью, ни к общему счастью человечеству. И даже приносить ему при этом пользу, наверное. Это все еще в контексте страдательной культуры христианства. И это тоже очень важно, потому что... Ну, очень странно, очень странно, в общем. Ну, и тут, конечно же, к личному счастью. Потому что у нас есть противоречия эгоизма и альтруизма как такового. И еще тот вопрос, а что полезнее даже для самого себя? Стремиться к личному счастью? Или стремиться, к счастью, всей группы? Например, у нас есть группа коммунистов. Когда мы вместе с коммунистами достигнем нашего социализма. Если мы сначала свои личные цели отодвинем в сторону. Но потом мы придем к невероятному счастью. Когда всем-всем-всем-всем-всем будет просто хорошо, замечательно и невероятно классно. И тогда будет учтен вот этот тезис самой Айн Рэнд. Стремление к личному счастью. То есть каждый человек через стремление к общему счастью достигнет личного счастья. И вот тогда будет классно как бы. В теории это так. И в теории там большой базис доказательств присутствует. Ну, я не то чтобы социалист, коммунист. Но с опровержениями надо разбираться тут уже в контексте философии Айн Рэнд. С опровержением коммунизма непосредственно. Этого мы сегодня делать, конечно, не будем. Я хотел больше обратить внимание на такие вот эпистемологические моменты. Ну и дальше. Идеальная политика экономического устройства социума это неограниченный капитализм. Ну, то есть, опять же, понимаете, объективизм, да, объективизм это не только как бы гносиологическая концепция. И у нас вот получается, вот у нас первое утверждение. Существует объективный мир. Это утверждение антологическое. Следующее утверждение. Единственный способ восприятия мира это разум. Это утверждение гносиологическое. И тут внезапно появляется этика. И из этики следует непосредственно политика экономика. С этикой мы разбираться тоже не будем. Проблема точного перевода терминов объективизма. Индивидуализм, его. Ну, то есть, понимаете, здесь в чем проблема. Здесь много этики. В самом уже концепте зарыто много этики. Стэнфордская энциклопедия. Сейчас. Энциклопедия. Стэнфордская энциклопедия. Что у нас здесь? Не выведу ссылку, я надеюсь, на сэнфордскую энциклопедию. Энциклопедия о философе. Интернет энциклопедия о философе. Так. Ща. Ааа. Ооо. Вот. Сейчас мы придем куда надо. Так. Тогда я копирую правильное название объективизма. Давайте-ка. English, please. And now. Объективизм. Все. Теперь мы знаем, что такое объективизм. Сейчас мы будем search делать. Непосредственно. Да. Ищем. Ищем, ищем, ищем. Пожалуйста. Moral anti-realism. Non-objectivism. Мне вывели. Ayn Rand. Объективизм. Knowledge argument. Окей. Ну, первое, что меня интересует, вот эта фигня. Раз. Два. Ну, давайте переведем на русский. Да, я понял, что это именно Ayn Rand. Но здесь, видите, у нас здесь полный набор. Полный набор, видимо, есть. Сейчас давайте посмотрим. Работа. Жизнь, работа. Метафизика и эпистемология. А вот, что нас интересует непосредственно. Фундаментальный взгляд Ренда. Да. Да, переводчик, как всегда. Фундаментальный взгляд Ayn Rand. Настолько фундаментальный, что... Что? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужен английский вариант параллельно, потому что пока херня какая-то, друзья. А fundamental to Rand outlook... So fundamental that she... Да, действительно, похоже на то. Фундаментальный взгляд Ренда настолько фундаментальный, что оно берет из него название с твоей философской системы. Объективизм. А, ну, вот. Это трихотомия между двумя категориями. Внутренний, субъективный и объективный. Внутренний феномен это то, что природа, которого целиком зависит от факторов внешних по отношению... Ну, вот я про это и говорил. Когда мы переводим философские статьи, получается, внутренний феномен это тот, природа которого целиком зависит от факторов внешних по отношению к уму. Ну, ладно, нормально вроде. На всякий случай сверимся. Внутренний феномен это тот, природа которого целиком... С вашей точки зрения, если свобода воли мой типичный ответ практически на все вопросы, особенно метафизического и, не знаю, антропологического плана, антропологического смысла философии, философской антропологии, я не знаю. Концепция свобода воли активно начала развиваться благодаря доминированию христианства. В христианстве это один из главных догматов. И поэтому свобода воли, как таковая, стала крайне популярна в нашей культуре. Непосредственно у греков чаще речь идет о некой ананке, то есть необходимости. То есть есть определенная судьба, и большинство, так или иначе, философов античности не рассуждают о свободе. Есть предопределенность у них, у многих, у подавляющего большинства даже, наверное. А потом с христианством к нам пришла свобода воли, на европейский регион непосредственно. И эта концепция стала очень популярна как раз благодаря тому, что христианство было невероятно популярным. А есть ли она или нет, это уже такой тяжелый вопрос. Вот плечами остается так пожать. Кто-то говорит, что есть, кто-то говорит, что нет, наука говорит, что есть. Рент делит мир на виртуальное, символическое и реальное. Да, очевидно, что она лаконьянка. Ну, есть такое. Да, Иисус дал людям свободу, поэтому Айн Рент права. У эпикурейцев, кинников и у софистов была свобода воли. Относительно софистов сложно, потому что это разнородные мыслители, которые с друг другом связаны очень мало. Ну, то есть это люди, имеющие радикально противоположные взгляды чаще всего. С одной стороны, релятивисты, агностики, атеисты, да кто угодно подписывался под софистов в то время. Поэтому свобода воли там есть далеко не у всех. Ну, как минимум в рамках релятивизма, наверное, наплевать. В рамках агностицизма Горгия, ну, если логически попытаться вывести, тоже неизвестно. Ну, невозможно познать, если свобода воли по Горгию. Наверное, это было бы так. Так, с кинниками еще немножко сложнее, ввиду того, что это тоже большая группа мыслителей, с одной стороны. Ну, у некоторых, да, скорее всего, тоже есть. И у пикурейцев. И у пикурейцев здесь было бы, наверное, странно, потому что у демокрит свободы воли, если не ошибаюсь, нет. Все, есть атомы. Атомы и пустота, и они, в общем-то, функционируют определенным образом. И даже боги состоят из атомов, получается. У пикурейцев та же, в общем-то, атомарная концепция, плюс вихри. А, ну, во второй софистике, да, может быть. Во второй софистике, может быть. Я с ней, во-первых, уже знаком, ну, и там больше риторов непосредственно. Ну, вполне, вполне. Ну, то есть, как видите, да, вы привели интересные исключения, я согласен. Каково мнение скептика касательно детерминизма? Ну, вот вам ответ на все вопросы философские, он вот такой. И научные, кстати, тоже. Каково мнение скептика касательно детерминизма? Ну, может быть, детерминизм есть. А может быть, есть индетерминизм. А что понимать по детерминизму вообще? Люди просто любят преломлять этот вопрос вот прямо вот к себе. Вот, не знаю, обусловлены мои действия или не обусловлены? Вот если мои действия чем-то обусловлены, то все детерминистично, а если мои действия ничем не обусловлены, то есть свобода воли, и я детерминистичное существо, и все хорошо. Проблема в том, что само бытие может включать в себя различные случайности. Ну, то есть, эти случайности могут уже складываться в закономерности. Ну, вот, например, мы берем, ставим вот эти вот знаменитые, как эти штуки называются, которые падают, которые запускают домино, вот эти вот, да, из домино вроде они, шашечки или как они называются, не помню. И вот толкают их, и они начинают постепенно падать. Первое столкновение, вот это падение первой шашечки, оно делается случайно, так или иначе. Мы можем его сделать, мы можем его не сделать. Мы можем пальцем вот так пнуть, можем ее даже сильно пальцем ударить, эту шашечку, она подлетит и перелетит через все другие. И ничего не упадет в итоге. Но если мы сделали все правильно, по некой случайности или не случайности, по некой свободе такой или не свободе, неважно, все они упадут. Закономерно упадут. Случайно это произошло или не случайно. Вот в чем дело. И с миром то же самое. Вопрос даже не в том, являемся, детерминизма и индетерминизма заключается, не в том, являемся ли мы существами со свободной волей, является ли наша свободная воля абсолютной. Вопрос индетерминизма и детерминизма, их сопротивление, это антологический вопрос. Это вопрос глубокой такой философии, которая даже не очень-то тесно связана с людьми. Это такая внечеловеческая антология. Как устроен мир на самом деле? Подразумевает ли он случайности или не подразумевает? Наблюдаем ли мы реальные закономерности или эти закономерности все-таки случайны? Это очень сложный философский вопрос, разрешение которого, на мой взгляд, трудно себе представить. У Эпикура есть клиномен, отклонение, свобода. Окей. Вполне допускаю. С Эпикуром я знаком, читал его некоторые тексты, да вот клиномен надо еще тоже вспомидать. Да. У Хайдеггера детерминизм или индетерминизм? Хммм. Здесь тоже интересный вопрос. Я здесь вряд ли смогу точно ответить. Может быть, даже у Хайдеггера здесь нету ответа именно на данный вопрос. Я даже не знаю, о чем он там со свободой воли говорил. Ого. Как после Шопенгауэра можно говорить о свободе воли? Легко. Легко. Ну, действительно, очень легко. А почему бы не поговорить о свободе воли? После Шопенгауэра. 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 После Шопенгауэра. Почему бы не поговорить? Продолжаем сайн-ренд. Нужно все-таки вернуться кайн-ренд. Продолжаем. Тут нужны категории разбирать. Внутренний феномен. Внутренний, субъективный и объективный. Что у нас по-английски? Да, да, да. Interesting, subjective and objective. All right. Хорошо. Внутренний феномен – это тот, природа которого… Да, да, да. Почитали. Субъективный феномен – это тот, чья природа целиком зависит от ума. И объективный феномен определяется по-разному, как тот, который зависит от отношения между природой живого существа и его средой, или как тот, который зависит от отношения между должным образом функционирующим рациональным разумом и дополненная реальность комментатора разделили… Блядь, точку забыли поставить здесь, что ли? Да, здесь точку в переводе забыли поставить. Жалко. Смотрим, что здесь еще у нас есть. Читаем, сон, relations, и пропортиф. Да, с Хайдеггером сложно, и это в глаза просто не бросается. Я не помню, чтобы он вообще рассуждал о проблемах детерминизма и индетерминизма непосредственно. Просто с какой-то стороны он еще и противник науки, как бы он критик науки, и в этом смысле вполне может быть он допускал свободу воли. Может быть. Ну, мыслителям такого экзистенциалистического плана свобода воли нередко бывает свойственна, как таковая. Ну, например, Сартер вполне так себе за свободу. И это один из основных его философских посылов. Непосредственно. Как это было у Хайдеггера, вот тут вопрос действительно тяжелый, потому что Хайдеггер еще и субъект как бы отрицал. С другой стороны, есть заброшенность человека. Человек заброшен куда-то. Не сам захотел он туда заброситься. Он заброшен. Добрый день. К чему Лосев название? Будем разбирать Лосева попозже немножко. Сегодня десятичасовой марафон. Мы сейчас разбираем философию Айн Рэнд, объективизм немножко. Вот про него пройдемся. А потом мы перейдем к Лосеву, к его книжке «Диалектика. Мифа». Я покажу некоторые высказывания, которые мне больше всего понравились. Обсудим их, рассмотрим, подумаем. Потом, не знаю, почитаю свои стихи, посмотрю видео, и в самом конце у нас будет гость Спайк Черный Мак. В смысле Черный Мак, Макхауса. Будем обсуждать стихийную философию и магию, и будет, думаю, очень интересный десятичасовой марафон. Сайн Рэнд. Да, перевод очень херовый получился из Стэнфордки, к сожалению. Внутренний феномен – это тот природный... Ну, здесь просто объяснение концепции, здесь критиковать пока именно нечего. Рэнд считает, что существует широко распространенная тенденция игнорировать третью категорию, ну, то есть, объективную непосредственно. По-моему, странно. Объективный феномен определяется по-разному. Ну, то есть, объективный феномен, который включает природу разума, ну, то есть, восприятие. А вы сможете нормально спайка интервьюировать в конце? Устанете ведь? Посмотрим. Посмотрим. Он сам... Я сказал ему пораньше лучше прийти, он в 19 захотел. А звук прибавить... Сложные у вас задания сегодня. Сейчас прибавим звук, конечно. Звук, 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 звук. Захват выходного аудиопотока. Нам нужен входной аудиопоток. Я на входе. Nope. Фильтры. Вот так, меня лучше слышно, я полагаю. Я стал погромче, правильно? Больше по децибелам не думаю, что разумно предполагать. Такс, ну, по мнению Рэнда... Отличный перевод, Рэнд. Многие фундаментальные вопросы философии от существования универсалей до природы ценностей включают бесплодные дебаты по поводу ложной альтернативы внутренней и субъективной. Проблема, опять же, заключается в том, что сама терминология Айн Рэнд так или иначе базируется на универсальных понятиях. Ну, например, понятие, не знаю, свободы воли, во-первых. А второе понятие, универсальное, крайне универсальное, невероятно универсальное, это сейчас, о чём мы говорили только что. Ну, объективность тоже универсальное понятие, непонятно какое, о чём оно вообще говорит. Разум, восприятие, не знаю, права естественные. О, господи, сколько универсальных понятий присутствует. Ах, да, вот эти вот тупые философы со своими тупыми философскими вопросами вели ложные дебаты, конечно же. Как насчёт алкоголя и прочих ноотропов для поддержания? Не будете юзать, а то целый день трудно. Нормально, я не пью, не курю, не употребляю ноотропы для поддержания, не пью кофе даже. Я надеюсь, всё будет хорошо. Ну, особенно с видео очень просто даётся, там можно просто сидеть и смотреть. Хе-хе-хе, и комментировать. Здесь очень мало про метафизику и эпистемологию. Ну, вот получается, что да, объективность это прежде всего риторическая этическая фигура. Ну, мы почти всё это уже разобрали в предыдущей статье про объективизм в Википедии, эпистемологический аспект. Но её классный текст по введению в объективистскую эпистемологию, вот что я хотел бы прочитать как-нибудь. Ну, это было бы лучше всего его читать здесь непосредственно. Если этика Рент является отраслью философии, связанной с практикой, то в некотором смысле вся философия её является этикой, поскольку Рент подчёркивает превосходство фактической жизни над всеми другими соображениями и настаивает на том, что философия должна быть доведена до уровня фактического проживания. Тоже очень сомнительно. Ну, то есть, в смысле, должна быть доведена до уровня фактического проживания. Но она экзистенциалистка, здесь уже получается какая-то экзистенциализм с элементами объективации. Причём не феминистической объективации, а такой вот эпистемологической. Ну, как понял, концепция объективизма у неё не очень хорошо проработана, ввиду того, что, ну, там буквально один текст на ней написан. Комментарии. Мы смелые реалисты, храбрые, следующие мир, отвергающие примитивное воображение, готовые служить истине, такой прекрасной и свободной. Философия как руководство к действию. Ну, кстати, Цунадо, вы знаете, что? Философия как руководство к действию, оно было свойственно грекам. Во многом. Период после Сократа, он был насыщен такими философами, не знаю, Стойки, например. Философия как руководство к действию. Кеники, философия как руководство к действию. Киринаики, философия как руководство к действию, вполне подписывается. И даже эпикурейцы, это тоже определённая философия жизни. Правда, базирующиеся с одной стороны на физике, с другой стороны на логике. Но самое главное – это плоды сорвать, уже плоды этики. И определенный образ жизни проповедуется таким же образом. Ну, то есть у Рент, по крайней мере, как здесь описано, вот статья про метафизики и эпистемологии, первый абзац. Да, у конфуцианцев и йогов тоже практическая философия. Да, только у конфуцианцев она этически-политическая, действительно. А у йогов она нейтральная к политике и этике, и в этом смысле она практическая немножко в другом смысле. В смысле духовных практик у йогов. Здесь отсылочка идет такая, да. Ну ладно, ладно. О. Что у нас тут? Тут еще что-то глубже есть. О. Рент развела свои взгляды на восприятие в основном беседах с Натаниэлем Брэндоном. И так далее. Смотрим, что у нас здесь еще. Так, другими. Рент считает, что все знания получены на основе восприятия. И суждение можно подтвердить. И суждение можно подтвердить. То есть, воображение у Хайдегера, например, который он раскрывает вслед за Кантом. Есть же также Ельенков, у которого тоже воображение тесно вплетено восприятие. Ну то есть, у нас получаются здесь такие значительные сложности. Если мы начнем сталкивать вот этих вот философов Айн Рент и вот уже более современных по отношению к сенсуалистам, ну получится очень много сложностей. Ладно, сенсуалисты в свою эпоху, когда у них из противников были только такие вот рационалисты, которые даже не особо против них были. Ну, то есть, там вполне так себе нормально взаимодействие было. Как получено понимание самого восприятия? Как восприятие понимает себя? Ну, тоже непонятно. Это такой, видимо, самый очевидный тейк у нее. Она просто пытается... Вот это очевидно. Поиск критерий очевидности, как у Кортезия, только... Итог, он немножко другой, противоположный. Ну, как у сенсуалистов это в итоге получилось. Она здесь, в принципе, ничего нового не говорит. Ну и тем более, очень громкий тезис. Все, все знания получены на основе восприятия. Просто, ну, восприятие. У нас еще память есть. Память. Мы через восприятие что-то запоминаем. Но память же искажает эти самые восприятия впоследствии. И чем дольше мы, в общем-то, не вспоминаем то или иное событие, и вдруг в итоге его вспомнили, тем больше мы можем его исказить. Тем более, в процессе восприятия мы можем воспринять что-то неправильно. Ну, интересно, интересно. Просто много человеческих способностей, включая восприятие. Мышление, разум, да что угодно. Но получается очень-очень-очень странно. Да, это тоже похоже на физикализм Бенского кружка, но я вижу здесь более древние такие притечи. Это лежит, ну, вот ее тезисы лежат, скорее всего, на базисе философии нового времени. Ну, Айн Рент считается типа эмпириком написано. И она отвергает традиционную рационалистическую эмпирическую дихотомию, считая ее воплощением ложной альтернативы. Рационализм считает, что мы можем выводить знания из концепций, полученных без помощи восприятия. Ну, то есть, опять же, понимаете, в чем еще одна проблема? Очень такая жесткая проблема. Наука не работает исключительно на восприятиях. Например, она не может работать исключительно на восприятиях. Ну, потому что любой наивный эмпиризм, исключающий из себя рационалистические элементы, то есть, логику и математику. И, соответственно, построение всяких вот таксономических громадных систем, которые в науке доминируют. Без всего вот этого наука сразу становится такой вот дешевой херней. Ну, там, не знаю, кто-то что-то узнал, там, не знаю, кто-то что-то увидел. Смотрите, книга, книга, книга. Мы с ней можем там что-то сжечь, мы можем сжечь книгу. А математически описать мы ее не можем. Мы не можем ее логически осмыслить. Мы не можем составить логически теорию, потому что логика – это рационалистический элемент непосредственно. Не можем ставить теорию. В соответствии, без теории мы не можем описывать факты. Без описания фактов, ну, не получаются целостные картины мира, не получаются возможности делать какие-то целостные, более-менее объективные предположения. Ну, то есть, предположения, которые могли бы претендовать на объективность. Вот. Наука на этом как раз специализируется. Если мы базируемся только на одном восприятии – математику-то мы не воспринимаем. Математику не воспринимаем. Логику мы не воспринимаем. Логические связи в мире мы не воспринимаем. Мы не воспринимаем непосредственно. Вообще, мы много чего не воспринимаем. Много чего есть у нас в голове. Сунада спрашивает, как можно математически описать книгу? В книге есть определенное количество страниц Первый способ описания книги это через количество страниц Они посчитаны уже 100, здесь у нас 136 Мы можем измерить книгу по диагонали, по вертикали, по горизонтали Мы можем рассмотреть количество символов в этой книге Мы можем посмотреть какие символы, сколько раз используются Какие слова, сколько раз используются Мы можем посмотреть с математикой С математической точки зрения вообще все, что угодно мы можем сделать с этой книгой Мы можем ее изнасиловать таким образом, что вы ее просто не узнаете Математика позволяет делать очень многие вещи совсем подряд И поэтому ее в принципе объективно не существует И она не существует в восприятии Она настолько круто применима ко всему, что ей просто плевать на восприятие Точно, как сенсуально воспринимается знак или символ? Мы видим не просто шрифт, цвет и прочие качества букв Иначе это просто предметы Да, тоже непонятно, потому что проблема, опять же, восприятие символов Главное, слов Слова-то еще сложнее Знаки, символы, это тоже, да, что, что, знаки, символы Почему мы их опознаем, почему мы их различаем Это не чистое восприятие определенное Это более такое утонченное восприятие Более интересное И даже со цветом возникают проблемы Но, опять же, в контексте научных теорий Потому что мы, с одной стороны, не воспринимаем значительное количество цветов В науке Поэтому у нас нет полного спектра восприятия цветов Это печально, наверное, или не печально, я не знаю Ну, а с другой стороны, опять же, по той же самой науке У нас вот эти сами цвета Это просто, ну, то, что мы модулируем из себя в голове И здесь нельзя, как бы, вот, базироваться на таком только восприятии Если бы наука базировалась только на восприятии То существовали бы цвета То цвета существовали бы в реальности Да И тела существовали бы в том виде, в каком они воспринимаются только И дальше бы наука бы просто не ушла Если бы она базировалась на таких утверждениях Продолжаем Мы можем выводить знания из концепций, полученных без помощи Тогда как эмпиризм считает, что мы можем получать противопозициональные знания Из опыта без помощи концепций Да, да и как эмпирически описать квантовую механику При том, что это общепризнанная часть науки Есть значительная часть областей науки, которые описываются рационально Ну, например, теория эволюции на 90% состоит из непосредственно построения разума Ну, в общем, были динозавры А как они были? Что они делали? Как они существовали-то? Что? Что? Почему этот динозавр кушал траву? А почему этот динозавр кушал других динозавров? Это воспринимается не из опыта Мы не выходим на улицу и не смотрим Ха! Смотрите-ка, Терекс только что вот, в общем-то, съел кого-то Нет, потому что Терексов сейчас нет, есть кости Терексов И все это как бы вот интерпретируется, воображается С этим придется огромная такая проработка Это вот, ну, квантовая механика это очень глубоко Это действительно очень глубоко и главное абстрактно Но есть более поверхностные примеры научных реконструкций Которые базируются на воображении Причем даже в естественных науках И не то, чтобы даже воображение Здесь много различных факторов Только восприятие, только восприятие Если бы наука работала только на восприятие Ну, мы бы застряли в мире феноменов Простых феноменов В мире простых указаний на предмет Вот книга, вот книга Вот и вся вам наука, вот и вся философия Вот и весь эмпиризм, как бы Такой чистый, чистейший эмпиризм Чистейший эмпиризм в отрыве от рационализма Но просто проблема, опять же, заключается в том Что даже у Фрэнсиса Бэкона не было чистого эмпиризма Чистых эмпириков, я не знаю Я вообще ни одного не могу привести вам Чистого эмпирика за всю историю философии Может быть, был какой-нибудь странный персонаж Вот в индийской философии Который пытался обнаружить наличие души Очень странно, очень странно, в общем-то Здесь все работает Как описать теорию струн? Тут вопрос Тоже непонятно Действительно, известно Это очень глубокая теория, базирующаяся во многом Да, и на формулах, с одной стороны А с другой, на геометрических и тригонометрических функциях и фигурах Струны-то, что такое струны, что такое волны Это прежде всего всегда математика Это то, что описывается математически И это то, с чем можно работать математически Проблема в том, что Терекса гипотетически можно воспринять Если у нас появится машина времени, вполне можно Ну и в теории можно попробовать вывести Терекса Ну, сделать существо, похожее на Терекса И назвать его Терексом Но в целом, на данный момент Большая часть того, что существует в науке эволюционной Оно базируется вот на таком вот воображении, получается Что ж такое, что ж за штука страдная под глазом А, это тени так падают, странно Я думаю, видите, какая-то черная фигня Нет, ничего нет Ух Ну, то есть это тоже, если бы мы базировались на чистом восприятии Ну, лол, ну спасибо Ну, кости, это кости Смотрите, это кости Кости, это даже не динозавры Это просто кости Мы их даже не будем пытаться соединить, ну потому что лол Мы же не воспринимаем их сразу вместе Они обычно попадаются в разных местах Многие кости разных динозавров не попадаются в одном месте Мы собираем порой динозавра из частей разных динозавров того же вида, например Вот так вот бывает И получается, опять же, это реконструкция Это интеллект, это рассудок некоторый Это некоторое размышление Если бы это было чистое восприятие Ну, мы нашли скелет какого-нибудь динозавра И у него не сохранилась нога при этом Или бы ему отгрызли ногу И мы думаем Хм, интересно, это же был одноногий динозавр Интересно, а как он перемещался? Мы даже не должны об этом думать Это же эмпиризм на самом деле, да? Это же чистый эмпиризм Мы даже об этом думать не должны уже Ну, что уж там Все Одноногий динозавр, и все Был или не был Даже не динозавр Просто кости одноногого существа Так Для Рент Приобретение знаний Это процесс дифференциации Интеграции Различения объектов Осознания на основе их различий И последующего Объединения различимых явлений В когнитивно постижимое целое Вот здесь уже у нас наблюдается Жесткое противоречие Внутри самой концепции Потому что, с одной стороны, только восприятие Только восприятие А с другой стороны Объединение различимых явлений В когнитивно постижимое целое Ну, то есть, это опять же Эмпиризм, не доведенный до крайности Это хорошо Это, кстати, хорошо Если это так Но вот у нас получается Такая вот интересная тоже вещь Ну, Айн Рент С критикой универсализма Там еще, в общем-то, немножко Как бы Проиграла Проигралась Проигралась Потому что критика универсализма С одной стороны Привела к тому Что создавать когнитивно постижимое целое Уже невозможно, наверное, было бы Ну, то есть, потому что Это уже универсализм, по сути Мы объединяем множество явлений в одно И подписываем еще те явления Которые мы не изучали Тоже под это когнитивно постижимое целое Потому что исследовать все явления Того или иного рода Ну, в принципе, просто невозможно То есть, мы не можем исследовать Всех людей в мире Существующих сейчас Это раз. Во-вторых, мы не можем исследовать всех людей, которые могли бы существовать в этом мире, потому что этих людей просто нет, и научно их исследовать нельзя. Большинство научных исследований вообще проводятся просто в той или иной стране, например. У Рент прям аристотилизм, кричащий тут соединять воображение, соединенное в реальности. Истина. Ну, как-то так. Ну, то есть, тут вроде первые принципы, они были чистые, эмпирические, разделяются рационализм, эмпиризм, дихотомия, она ложная, традиционная, фу-фу-фу, нельзя. А потом, бац, у нас здесь соединяются рационализм, эмпиризм, ну, как это обычно и происходило в истории философии. Но при этом процесс начинается, конечно же, на уровне восприятия. Ну, на мой взгляд, она просто взяла такую более-менее плюс-минус научную парадигму, упростила ее до того уровня, до которого она смогла понять, и поставила это в качестве некоторого такого условного фундамента своей этической парадигмы и политической. Но все это крайне сомнительно, даже в научных интерпретациях, которые куда более глубокие. Ну, научная философия куда более глубокая, чем эта, по крайней мере. И там тоже все сомнительно, здесь все еще более сомнительно. Основными объектами восприятия, а также основными строительными блоками антологии РЕНД являются сущности. Атрибуты и действия являются вторичными. Они имеют смысл только как действия, атрибуты и сущности. Если это означает... Так, то, наоборот. Это не означает, однако, что сущности являются голыми субстратами, лежащими в основе этих атрибутов. Нет такой вещи, как существование, кроме как какой-то определенной вещи с определенной идентичностью. Идентичностью в форме существования. Так, сейчас. Нет такой вещи, как существование, кроме как... А у нас был, в общем, сегодня просто заказ. Идейку подкинули разобрать объективизм. Объективизм во многом противоречит философии скептицизма. Ну, потому что он выдвигает очевидные критерии некоторой объективности. И в этом смысле имеет, в общем-то, определенный резон разбирать философию Айн-Рент, объективизм, именно эмпирическую, ну, в смысле, не эмпирическую, эпистемологическую составляющую данной философии. Почему бы и нет, в общем-то. Рент различает два чувства сущности. С сущностью я хочу разобраться, что она понимает под сущностью. Потому что это действительно очень интересно в контексте всей ее остальной философии, что было выше рассказано. Что такое сущность? Давайте-ка. В узком смысле сущность – это объект, единство которого не зависит от нашего сознания. Вот сущность. И у сущности есть атрибуты. Ну, видимо, запах, ощущения, которые мы испытываем, цвет – это атрибуты, я полагаю. Ну, логично было бы предположить, что это атрибуты. Ну, я бы назвал это слово «свойствами», наверное, лучше. Потому что атрибуты – это что-то более такое неизменное, философское. И действия над предметами являются вторичными. То есть, есть сам предмет, а вот я провожу над ним действие, оно является вторичным. Осмыслили это? Осмыслили. С другой стороны, атрибуты. Что такое атрибуты? А, сейчас мы разбираем философию Айн Рент, ее объективизм, эпистемологические аспекты этого самого объективизма. Вот. А потом мы перейдем к Лосеву. К Лосеву – диалектика мифа. У нас сегодня жестокий длинный стрим, вымученный такой марафон десятичасовой. И мы будем сегодня разбираться. И в самом конце мы побеседуем с прекрасным магом хаоса. И, в общем-то, будет весело. На хаоса о стихийной философии побеседуем. Кстати, хорошо, что вы решили разобрать Рент. А то после традиционной критики Марго, ну и тупая. Все школосовы знают, что Айрент – это тупость для тупых школьников. Да нормально для писательницы написать нечто такое. Это ох, это вах. Она гений. Ну, среди писателей она богиня. Вот после вот того, что я здесь читаю, она… Это уровень. Ну, то есть, это действительно уровень. С другой стороны, с точки зрения философии, это, ну, немножко, наверное, слабовато. Ввиду того, что она проходит какие-то стандартные вещи, которые уже были в истории философии разобраны. Это минус, конечно, такой небольшой. Тут у нас и… Ну, ее трудно назвать оригинальным мыслителем именно в области эпистемологии. Ну, и в этом смысле мне ее тоже интересно разобрать, потому что она разбирает такие тоже базисные категории, которые свойственны, с одной стороны, ну, всяким, действительно, эмпирикам, с одной стороны, с другой стороны, сенсуалистам, еще с другой стороны, представителям английской философии, аналитической философии, венского кружка. Ну, просто, если мы будем венский кружок копать, там все еще сложнее, все еще глубже, и там очень такие обстоятельные разборы аналитические. А здесь пока что у нас немножко все более поверхностно, но приемлемо вполне для писательницы это уровень. Вы спросите Захара Прилепина, современного русского писателя, что-нибудь по философии, он вам скажет такую тупость, что вы, ну, с ума сойдете. Вот там реально тупость, там реально откровенная глупость. Здесь все норм, пойдет. Вполне пойдет для... Тем более, не для основного, не для основной категории философии Айн Рэнд. Вот. Просто вот на этом, как бы, да, части все базируется, но основная часть это этика. Этика и политика. Вот основные пассажи, порывы. Господи, еще громче сделать звук, друзья. Я вроде сейчас вот погромче, я могу поближе сесть, наверное. Я сяду поближе, теперь меня лучше слышно, правильно? Теперь меня должно быть слышно намного лучше, и я продолжаю тогда. Тут вопрос, почему-то я не помню никого из философов, кого из философов Марго смог нормально раскритиковать. Ни Гегеля, ни Миясу, ни Чалмерса, ни Бадью, ни Лэнда. Он быстренько и на пару минут говорит уверенным тоном глупости. Ну, порой бывает. Ну, просто проблема в том, для того, чтобы критиковать кого-то, нужно, ну, желательно, очень хорошо разбираться в его философии. Я, например, в философии Айн Рэнд не разбираюсь. Я пытаюсь сейчас разбираться, и мы с вами пытаемся вместе даже разобраться с этой философией. Что тоже во многом интересно, и для стрима это очень хорошо. Марго просто не любит признавать того, что он в чем-то не разбирается, и он такой, ну, ну, вот, ну, поехали, друзья. Ну, давайте, все, не знаю, Гегель лох, там, не знаю, Чалмерс тоже лох. Еще хуже всех, там, не знаю, Хайдегер, ну, Хайдегер, там, можно на 8 страниц расписывать его антологию, и все равно нихера вы не поймете. И никто не понимает. Вот как бы у Марго вот такие вот трюки. Для того, чтобы кого-то раскритиковать, нужно его читать. Кстати, да, к сожалению, мы не смогли достать текст, я хотел прочитать текст «Видение в объективистскую эпистемологию» непосредственно Айн Рэнд, который касается этой темы, и это было бы очень круто. Но он настолько платный, что его бесплатно просто нигде нет. Я очень хотел именно этот текст разобрать, и именно по ее тезисам, на хорошем русском переводе его разобрать. Вот это было бы очень хорошо. А сейчас мы прошли сначала по Википедии, потом по Стэнфордской энциклопедии. Идем. Причем в переводе Google. Это такие тоже философские извращения, получается. В плохом переводе Google все это делать. Ну, тут еще вопрос, что Википедия это довольно-таки порой неплохой источник. Если знать всю философию по Википедии идеально, ну вы будете гением философии, если честно. Вы будете знать о философии куда больше, чем большинство студентов философского факультета, что уже большой уровень, как бы. Но Википедию тоже все выучить нереально, как бы. Это тоже надо понимать. Википедия иногда выдает хорошие тексты. Хорошие. Приемлемые. Так, в более широком смысле сущность это то, что мы выбираем рассматривать отдельно от своего окружения. Даже если оно не имеет большего единства, чем то, что мы даем ему. Рассматривая его. Например, когда мы обращаемся либо к частям сущности, либо к группам сущности. Ну вот тут подключается субъективность. Первое определение. Вот сущность. Целокупная. Взятая отдельно от всего. Ну, кстати, когда я ее трогаю, я, наверное, являюсь тоже частью этой сущности. Ну, я не знаю, как это просто воспринимать. Здесь тоже трудность. Потому что, когда я касаюсь этой книжечки, я являюсь частью этой сущности. Или нет. Или да. Или нет, или да, или нет, или да. А с другой стороны, получается, второй аспект сущности, это то, что мы можем отдельно воспринять отдельно от этой сущности. Ну, например, я беру и воспринимаю отдельно вот эту вот страничку. Отдельно одну эту страничку воспринимаю. Отдельно от моей руки и от моего пальца. Вот этого вот, вот этого пальца. Отдельно от этого пальца. Отдельно от всей книги. Вопрос. Да, получается. Ну, вот такое вот. А почему я не могу выбрать другую страницу? Третью, четвертую, пятую, шестую. Не знаю 133 страницу Почему я не могу выбрать 133 страницы можно выбрать с одной стороны С другой стороны умножаем на 2 У нас уже получается Не знаю 166 сущностей минимум 166 плюс вот эти вот Плюс еще 4 170 сущностей я уже насчитал 170 сущностей плюс каждую отдельную букву Мы можем рассмотреть как сущность И эти сущности выбираются Субъективно как я понимаю И я могу выбрать любую из этих сущностей Для рассмотрения и как-то их Классифицировать Объективно ли это Или не объективно Я просто не совсем тут немножко понимаю Потому что сложно, сложно, сложно Сразу становится Со вторым определением все становится на порядок сложнее Сущности в узком смысле Имеют свой статус сущности метафизически И по-видимому внутренне Не нравится мне по-видимому Нет, его там нет Я смотрел Я смотрел в ВК Я смотрел на Рутрекере Я смотрел везде Везде, где только можно Нет К сожалению, нет Люди, которые напечатали недавно текст по эпистемологии Они, в общем-то, очень хорошо следят за этим Сущности в широком смысле могут иметь статус сущности только эпистемологически То есть только по отношению к сознанию Ну вот здесь неплохое уточнение То есть вот у нас сущность Ну и опять же, понимаете Чтобы выделить сущность Вот у нас у скептиков, например, есть такой вот Троп Троп НСДМа непосредственно Мы не можем воспринять предметы отдельно от всего их окружения Вот, например Вот мой сборник Вы не поверите Но вы воспринимаете этот сборник Учитывая мою руку Учитывая мое лицо Учитывая задний фон Учитывая сверху Вот еще какие-то там словеса Учитывая еще текст Айн Рент Который находится вот у нас вот здесь Вы все это воспринимаете в некотором единстве Вы не можете исключить его Из всего этого единства Тогда каким образом выделяется сущность Да, оказалось лишь ссылка на магазин внутри Видимо, хорошо продается Интересно, кто ее читает Михаил Светов, я полагаю Кто же еще И все его клоны Непосредственно Которые на него так прекрасно похожи Вот Ну, то есть, книжка популярна Айн Рент вообще сама популярна И, видимо, люди любят ее философию И даже есть статьи студентов По философии Айн Рент И это вполне так себе нормально, знаете Но тут вопрос Да, действительно, тоже интересный Вот книжка Книжка Вот-вот вам тропы Ниседема То, что все Ничто не может восприниматься отдельно От чего-то От всего остального То есть, мы не можем взять отдельно книжку Конечно, философская концепция эксперимента Предложенного ранними учеными Она тоже противоречит данному тропу Ну, то есть, эксперимент Это как раз попытка Выделить явление от фона От всего остального Что присутствует в мире Выделить, вытащить, так скажем Его, и провести чистый эксперимент Ну, например Выкачать воздух из трубки И бросить тяжелый предмет И более легкий предмет И посмотреть, как быстро они упадут То есть, мы убираем одно свойство Какое-то Воздух, например Сопротивление воздуха Убираем Потому что там воздуха нет И смотрим экспериментально Какое из предметов Быстрее упадет О, тут написано Они, наверное, над ней засыпают От скуки Это как сфера Слоттердайка Читать людям Далеким от философии У меня, кстати, был выбор сегодня Выбрать сферу Слоттердайка Для разбора Для просмотра, по крайней мере Либо для Айн Рэнд И да, действительно, вряд ли Ее читают любители Гегеля и Канта Потому что, ну, вот То, что мы сейчас читаем Это, в принципе, хорошая тема Для размышления и осмысления Может быть, Айн Рэнд и не права И ее довольно-таки удобно критиковать Но при этом это намного Нечто более сложное Чем прозаическое произведение И действительно, этот текст заслуживает Того, что, наверное, бы на него посмотреть С точки зрения философии Философу стоило бы на него посмотреть просто Это была бы не совсем Пустая трата времени Ну, хотя мы, опять же, тут сталкиваемся С определенными концептами Которые встречаются, ну, много где Так, и без него есть Только по отношению к сознанию Их статус как существует Однако остается метафизическим То есть Они действительно существуют Отдельно от того Как мы их рассматриваем Даже если они не существуют Как сущности Вне нашего подхода к их рассмотрению Опять же, понимаете, в чем проблема? Вот у нас предмет Предмет, предмет, предмет Он существует в моем контексте Я кидаю предмет на кровать Я кинул предмет на кровать Он существует уже в кровати Как бы на кровати находится Также вокруг воздух Какая-то вот Какая-то вот сущность Я могу по нему даже очень резко подвигать И я даже почувствую, что здесь какое-то вот сопротивление Ощущаю Вот Очень-очень быстро двинуть рукой Даже свист можно услышать Я, правда, не смог так сделать У меня очень мало места здесь Но не важно То есть Среда, она тоже существует Определенным образом Наверное, существует Не знаю Как мы можем выделить сущность данной книги отдельно Если все существует в некотором единстве Видимо, мы делаем это так же интеллектуально Ну, то есть Мы выделяем отдельно эту книжку Так же интеллектуально Интеллигибельно И с помощью интеллекта Как мы выделяем отдельно эту страницу Ну, наверное, это так происходит И все становится в данном случае Значительно сложнее Потому что все Все вот эти вот сущности Они автоматически становятся сущностями В широком смысле Да, тут написано Да, видимо в широком В широком смысле слова А, нет, наоборот В узком В узком Да Нет, в широком Все-таки в широком Все-таки в широком смысле В узком смысле это когда Вот Предмет А в широком Это когда мы сами можем выделить Любой элемент этого объекта Только проблема в том Что сам этот объект Является элементом среды И не только среды Элементом меня Меня Я его среда В некотором роде Вот мы как-то с ним работаем Вы его выделяете в контексте меня с помощью своих интеллектуальных способностей, между прочим, не с помощью чистого восприятия. С помощью чистого восприятия вы видите некий феномен. Это такой большой, целостный и порой даже не очень направленный феномен. Очень странный феномен, между прочим. Вы вообще смотрите на светящийся экран, начнем с этого, и меня перед вами нет. Это уже тоже такой вот небольшой пунктик интересный. Во времена Айн Рэн должны быть телевизоры, должны были существовать, наверное. И когда она смотрит на телевизор, она видит там человека, а это человек, который является перед ней в телевизоре. Или вот как я перед вами сейчас в мониторе являюсь, это сущность в узком или в широком смысле? Наверное, все-таки в широком, потому что она его выделяет, но тоже все сложно. У вас гегелевский логический холизм, который бьется классическим эмпирическим атовизмом, выбор, дело, вкус и темперамент. У меня на самом деле скептицизм, абсолютный скептицизм. Я просто предлагаю различные варианты, с помощью которых можно усомниться в предложенных высказываниях. Вот как это немножко у меня работает. Я действительно не особо, в общем-то, верую в то, что я все это перечислил. Но это неплохие такие теки, почему бы и нет. Хотя иногда Рент ссылается на свидетельство чувств как данные. Она не рассматривает освобождение чувств как чувственные данные, принимаемые как особенности нашего субъективного опыта. Данные чувств для нее являются подлинными дополнительными сущностями и их атрибутами. Есть уже посложнее, чем в Википедии, это уже хорошо. Все-таки книгу надо было читать в хорошем переводе, да. Но если бы мы ее достали, было бы очень интересно. Наши способности восприятия ставят нас в прямой контакт с реальностью. Непонятно. Ну, в смысле, понятно. Это, наверное, одно из тех предложений, которые переведено лучше всех. Но как это осуществляется, тоже непонятно. Наши способности восприятия ставят нас в прямой контакт с реальностью. Но, друзья, вы меня воспринимаете сейчас. Я перед вами, как будто бы. Вы встаете в прямой контакт с моей реальностью? По-моему, нет. По-моему, вы, наоборот, наблюдаете некоторый образ, некоторую иллюзию, созданную, в общем-то, специально с помощью технологий. И в этом смысле восприятие вас обманывает. И технология, которая перед вами находится, может наша интуиция, наши способности... Что сделать? Наша интуиция может нашей способности восприятия быть способностью. Ну, переформулируйте, я тогда вот уже попробую осмыслить. Достоверность чувствового восприятия не поддается доказательству. А вот здесь я полностью согласен. Как сенсуализм не может скатиться в интуитивизм? А вот вы посмотрите. Достоверность чувствового восприятия не поддается доказательству. Потому что оно предполагает все доказательства. Поскольку доказательство является лишь вопросом ведения чувственного доказательства. Вот, вот у нас тезис. Значит, ну, мы каким-то образом должны поверить в достоверность чувственного восприятия. Это либо вера, с одной стороны, либо интуитивизм, да. Ну, да, ну, в общем, да. Мы либо с помощью веры приходим к этому положению. Уверовать надо в него сначала, с одной стороны. Ну, либо делать что-то чуть-чуть потоньше. Ну, интуицию свою подключить. Интуицию. Интуитивно мне кажется, что, ну, здравый смысл существует. И, да, действительно, данные, которые я чувствую, они являются истинными. То есть, все. И тут предложение. Нельзя же отрицать и ставить под сомнение его достоверность. Так как очень концентуальные инструменты, которые нужно было бы использовать для этого, основаны на сенсорных данных и, следовательно, предполагают их достоверность. О, о, какой тейк. Ну, первая часть предложения. Фу-фу. Ну, нельзя также отрицать или ставить под сомнение его достоверность. Можно. Технически можно. Технически вы можете подставить под сомнение все, что угодно. Вообще без разницы. У вас вообще нет ограничений в сомнении. То есть, вы можете это делать. Но почему это было бы нецелесообразно? Давайте так сформулирую предложение. Вот. Было бы нецелесообразно отрицать или ставить под сомнение достоверность чувственного восприятия. Вот. Вот так бы я уже согласился. Но почему? Но почему? Потому что под сомнение мы можем поставить вообще все, что угодно. Вот. Поэтому нужно сформулировать предложение более тонко, более утонченно, чтобы не сразу падать в ад, чтобы не сразу ошибаться в нем. Потому что отрицать или ставить под сомнение можем вообще все что угодно. Опыт отрицаем, ставим под сомнение без проблем. История философии отрицалась и ставилась под сомнение множество раз без проблем, без каких-либо задержек. Все. Все сомнительно, все можно отрицать. Нигилизм, скептицизм, агностицизм и так далее, так далее, так далее. Но спрашивая немножко по-другому, мы сделали немножко более тонкий вопрос, более интересный для нас. Так как очень концептуальные инструменты, которые нужно было бы использовать для этого, основаны на сенсорных данных. И, следовательно, предполагают их достоверность. Так, бытие едино, бытие неподвижно, бытие целостно. Это основано на сенсорных данных? По-моему, нет. Тут, опять же, вопрос, конечно, существует ли вообще чистый разум? Есть ли какие-то вещи, которые у нас в голове существуют вообще априори, вообще есть ли они или нет? Нет. Это тоже интересный философский вопрос, и его разрешение требует колоссального количества литературы непосредственно. Но такой тейк мне просто не нравится, он пока, ну, он не сильный. Он здесь не сильный. Если бы это было в тексте, в контексте других доказательств, мы могли бы это рассмотреть, было бы, наверное, интересней. Но сам по себе тейк слабый. Ну, если это и есть все объяснения, которые нужно было бы использовать для того, да, основано на сенсорных данных. Но не все же основано на сенсорных данных. Или все? Тоже вопрос, все основано на сенсорных данных или не все? Бытие можно назвать пустым словом. В принципе, так делают многие аналитические философы. Почему нет? Почему бы и нет, как бы. Уважаемые, почему бы и нет? Многие называют, некоторые называют. Не проблема. Следовательно, ошибка восприятия не является строго возможной. Ну, понимаете, предикат бытия, вы написали, ничего не предполагает, не прибавляет к вещи. Но этот предикат нам необходим в языке и в мышлении с каких-то вот позиций. С другой стороны, важен, наверное, вопрос еще и в том, как нечто существует. Какая есть реальность. Вот. Бытие предмета – это реальность его существования. Вот. Бытие человека – это, в общем-то, то, как он существует в самых основных вопросах. Да, это в основном действительно риторика глубин получается. То есть, как в самом глубинном основании человек существует. С другой стороны, существование мира, онтологический вопрос, он ставится обычно вот из другой немножко позиции. Из позиции истинной реальности. Какова истинная реальность? Вот так мы спрашиваем. Что-то есть, что-то есть в онтологическом смысле. Это значит, что-то есть реально, что-то есть… Вот, наумены, например, у Канта. Наумены или как там они произносятся. Ну, в общем-то, вот эти вот штуки, которые противоположны феноменам. Феномены, они есть нереально. Они есть, вот, как мы их просто видим, они нам являются. А есть тоже что-то неявленное. И это неявленное есть бытие предмета, например, или бытие человека в отрыве от его, в общем-то, да, явленности. Или бытие мира. Бытие мира, которое скрыто от нас, оно носит реальное бытие. Бытие Бога тоже, например, оно носит некую вот такую вот… Ну, здесь не то, чтобы хвастовство происходит, понимаете, глубокими онтологическими штуками. Просто этот вопрос, он актуален для многих людей. Для многих людей в религиях, например. Религиозный вопрос. Это крайне религиозный, с одной стороны, вопрос. Этот вопрос свойственен философии. И тут тоже, ну, это не понты глубиной онтологии и метафизикой. Это как раз попытки раскрыть какие-то альтернативные позиции, которые вот гносиологам и сиентистам, они свойственны противоположной позиции. И тут появляется, получается, что с одной стороны гносиологи, сиентисты, аналитические философы наоборот обсирают, в общем-то, вот этих метафизиков. А метафизики, да, порой обсирают сиентистов. Тоже вот такой вот интерес, что-то такое вот интересное происходит. Да, вот смешно написали. Бытие бытийствует бытием бытийства, бытийствующего быти и бытийности. Ну, да, ну, это Хайдеггер. Это уже похоже на Хайдеггера. Вы развиваете идеи Хайдеггера, употребляя не сразу три или два, в общем-то, тавтологических слова, а сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это, да, это круто, это сильно. Вы переросли всю историю философии только что. Раза в два, как минимум. Как минимум раза в два, может даже в четыре. Так вот. Формирование концепции и убеждений на этой сенсорной основе, напротив, является волевым процессом, который вполне может быть подвержен ошибкам. Вот, вот где ошибки скрываются на самом деле. Восприятия ошибок нет. А что мы скажем про, не знаю, иллюзии какие-нибудь, глюки, не знаю, наркотические в том числе глюки, какие-нибудь еще другие события. Ну, то есть, ошибки в восприятии, строго говоря, возможны. Ну, они, строго говоря, не в принципе возможны. Мы можем видеть того, чего другие люди не видят. Как тогда нам подтвердить эту объективность? Да, вот-вот, у нее там что-то есть про это. Неверное истолкование, правильных восприятий, например, оптические иллюзии, или как невосприятие, ошибочное для восприятия. Например, сны и галлюцинации. Ну, это неверное истолкование, да, получается просто? А в смысле неверное истолкование? Вот человек слышит голоса, которых другие люди не слышат. Есть эти голоса или нет? В таком вот, в радикальном смысле, да, он должен сказать, да, эти голоса есть. Если очень объективистски поступать, если вот-вот-вот, ошибки в восприятиях невозможных голоса есть. Ну, голоса-то, их, наверное, все-таки нет. Ну, по крайней мере, если бы они были, то, наверное, бы сразу несколько человек эти голоса могли бы услышать. Ну, вот, например, не знаю, сейчас у меня в голове какие-то голоса, допустим. Смотрите, вот-вот. Никто не услышал, да, голоса у меня в голове? Есть ли они или нет? И в каком смысле они есть? Непонятно, интересно. Продолжаем. Рэнд отвергает мнение, что некоторые восприятия имеют качество объектов, поскольку они независимы от нас, тогда как другие, обусловленные первичными качествами, полностью находятся в уме. Вместо этого она различает содержание восприятия и его форму. Когда мы воспринимаем объект, как, например, квадрат и красный, то мы воспринимаем, являются его внутренними чертами в определенной... Блин, как плохо переведено, простите, Стэнфорд. Да, ладно. Таким образом, хотя Рэнд является прямым реалистом, в смысле, описанном выше, она не является наивным реалистом. Ну, наивным реалистом почти никто не является, это вообще супер детская позиция. Ну, то есть, наивный реализм... О, смотрите, смотрите, эта книжка реально есть, и она существует вот так, как я ее воспринимаю. Вот, наивный реализм, как бы, это очень тупо, как бы, это вообще не философия, да не знаю, это очень примитивная философия. Это какой-нибудь, не знаю, школьник может, у него вдруг внезапно взрыв мозга может произойти от того, что он может узнать, что... Этот предмет, он не таков, каким я его воспринимаю, боже мой! Ну, то есть, практически никто не является наивным реалистом. Там, по-моему, несколько таких имен в истории философии, и то они не очень популярны. То есть, это не какие-то ключевые философы являлись наивными реалистами. Более взрослый, зрелый реализм, какой-нибудь критический реализм, или еще что-то более интересное. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, и Рент, в соответствии с этим, ну, тоже не наивная реалистка, это тоже было очевидно. Также наличие признаков в предыдущих форме. Ладно, друзья, я устал читать эту статью в плохом переводе, потому что это... это жестко. Это жестко. На английском, я думаю, я пойму приблизительно столько же, поэтому давайте перейдем к статейке. Статейка, там, студента какого-то вроде бы. Просто быстренько ее, наверное, пройдемся по тем аспектам, которые не были затронуты в рассмотренных нами статьях. Режим чтения, и сейчас выведу ее вам непосредственно. Так, донат, оповещение, захват окна. Свойства. Вот, вот к нам пришел студент какого-то там Калининградского государственного технического университета, между прочим. В статье описаны основные принципы и постулаты философии объективизма по Айн Рэнд. А где он это напечатал-то? Современное понимание философии объективизма по Айн Рэнд? Ну, это в каком-то журнале напечатано, и при том в Yale Library это было, ну, прямо вот на видном месте. Что очень интересно, кстати, да, потому что студенческие статьи очень низкого параметра РИНС, но они обычно не встречаются в Yale Library. По крайней мере, вот именно текстуально. В статье описаны основные принципы и постулаты философии объективизма по Айн Рэнд. Проанализирована ее связь биографии и жизненного пути. Ну, чувак маленькую статью на самом деле написал, но переоценил свои усилия. В условиях развития современного общества зачетую появляются новые философские течения. Спасибо. Смотрим дальше. Мы должны найти непосредственно... Объективизм является философским течением, главным принципом которого служит рациональный индивидуализм. Ключевой идеей в данном случае выступает тот постулат, что реальность представляет собой некий абсолют и никак не зависит от чувства и желаний человека, что свойственно многим аналитическим философам, кстати. Тогда единственным верным инструментом восприятия действительно выступает человеческий разум. Но тут тоже, опять же, как я понял, контекст должен быть немножко другой. В Сэнфорке правильный, как я понял, опять же, судя по трем статьям, заметили, что разум тесно связан с восприятиями философии Айн Рэнда. И восприятие – это основа любого познания. Главная задача морали, по мнению Айрэн, заключается в определении правильных целей и ценностей. Забота о собственных интересах – вот сущность нравственного существования человека. Ну, это тоже все было уже упомянуто, и, видимо, это тоже верно. Ну, мы верно поняли. Для понимания причин появления объективизма необходимо проследить весь жизненный путь. Мы не будем прослеживать. Слушайте, у нас мало времени. Мы не хотим знать весь жизненный путь Айн Рэнда. Давайте, позиции объективизма. Реальность представляет собой абсолют. Воображение. О, нет, наверное, да? Ну, смотрите, у нас есть воображение, воспоминания, все, что вообще искажает восприятие. Само восприятие нередко искажается. Это, получается, не абсолюты. Ну, это, видимо, части реальности, да, получается. Факты есть факты. Они никак не зависят от чувств и желаний человека. Тут проблема, опять же, заключается в том, что факт сам по себе – это то, что мы можем адекватно артикулировать и представить. Ну, по крайней мере, научный факт. Научный факт как раз зависит от чувств и желаний, и мышлений, и размышлений, и обдумываний, и концептуализации человека напрямую. И не может не зависеть от всего этого. Потому что факт, представленный в науке, есть факт осмысленный, есть факт продуманный, есть факт зависимый от научной системы, от доминирующих теорий, от доминирующих интерпретаций этого факта. Ну, то есть, вот как-то так. Самого по себе факта нет. Чистого, абсолютного факта, который был бы дан своей истинности, абсолютный и получен с помощью невероятного, точного нашего чистого восприятия, такой факт, ну, может быть, есть только в феноменологии. Читаем Гуссерля, да, феноменологию, и там пытаемся найти вот эту штуку. А так даже интереснее. Похоже, вывод в чат полетел, не буду отвлекать. То он все время читает, рвет повествование. Да я с удовольствием отвечаю на чат, так даже веселее. И так, в общем-то, я вижу, что кто-то заинтересован, и кто-то хочет узнать побольше, посидеть, поинтересоваться. Философия Айн Рент в том числе. Реальность представляет собой абсолют. Факты мы разобрали. Разум движет с человеком. Не факт. Лишь он взаимодействует с реальностью. Не факт. И является единственным средством восприятия действительности. Потому что, как я помню, в самом разуме заложено определение восприятия, и получается логический цикл. Мы помним этот момент, да. Источником знаний и руководством к действию. Окей. Мы это тоже уже рассмотрели. Человек есть самоценность. Почему? Ну, потому что ценности задает сам человек. Понятно. И он может назначить себя самоценностью. Он все что угодно может назначить самоценностью. Не знаю. Моя книжка о Актаэзе. Это самоценность, друзья. Обязательно читайте. Вот. Тут вопрос. Если реальность абсолют, то где разум? Это часть реальности, я полагаю. Я предполагаю, это часть реальности абсолютно. И воображение часть реальности, и иллюзии часть реальности. Любые ложные восприятия. Это часть реальности, которую мы просто понимаем неправильно. Вот так. А вот так это следует трактовать в виде философии Айн Рэнд. Я, кстати, не очень даже иронично сейчас отношусь. Я очень удивлен, что у нее есть такие глубокие более-менее пассажи. Вполне так и местами Витгенштейна напоминает, честно говоря. Ну, то есть, тот же самый убер-маргинал, который обзывает Айн Рэнд тупой, например. Он, может быть, и Витгенштейна тупым назовет по ряду, в общем-то, вот тут критериев. Если Айн Рэнд, будучи писательницей, и вообще-то писательницей, которая занималась преимущественно вопросами этики и политики, причем, ну, крайне странным образом тоже, она смогла выдать такую более-менее приближенную к науке концепцию. Это тоже такой вот, не знаю, аналитично, научно, как-то вот около того. Не точно так же, но около того, очень приближенно. Вполне так себе, знаете, зрело для писательницы. Я, честно вам скажу, очень хорошо. Но это показывает, что человек, как минимум, не тупой. Не тупой. Приемлемо. Можно заметить, что, рассматривая элементы объективизма отдельно друг от друга, их сущность не представляет собой чего-то кардинально нового. Согласен. Главной заслугой Айн Рэнд при создании ее философии стало то, что она могла систематизировать многие положения, которые до нее казались, казалось, не имели ничего общего между собой. Ну вот у нас получилась структура такая интересная. Структура общества капитализм, этика эгоизм, метафизика объективная реальность, теория познания разумности. А, маргинал не обзывает Витгенштейна тупым, маргинал зовет его неадекватным. Ну окей. Окей, как бы. Ну, просто вот из всех аналитических философов Витгенштейн мне больше всех нравится. Как ни странно, ну ладно. Пусть будет неадекватным. Ну, кстати, у него поведение нередко было неадекватным, я соглашусь. Ну что ж, что поделать. Ну это, понимаете, так же как с марксизмом. Маркс, вроде бы, если взять элементы его учения в отдельности, не предложил ничего нового. А если взять в целости, да, то тут у нас получается, с одной стороны, социализм, социализм. А, Сармат и Марго, о, Цунадо там комментирует, Сармат и Марго утверждают, что она спиздила концепцию других авторов. Маркс тоже это сделал. Витгенштейн, видимо, тоже это сделал. Ну тут, понимаете, тут какой вот тейк, вот там студент, который изучал объективизм, непосредственно говорит, вот в чем заслуга ее. Вот что известно. Вот что, вот что, новизна в комбинаторике. Я согласен, в некотором роде есть элемент новизны. Ну то есть она смогла сплести вместе структуру общества, то есть капитализм, этику, эгоизм, метафизику, как объективную реальность и разумность. То есть, ну ладно, объективная реальность и разумность, они в комплекте очень часто шли, но вместе с этим, чтобы еще эгоизм был и капитализм, ну такое встречалось, по-моему, ну ни разу. То же самое, например, с тем же Карлом Марксом. Ну, по сути, ну что, диалектика была у Гегеля. Социализм разрабатывался до Маркса еще со времен Томаса Мора, между прочим. Если мы прочитаем Томаса Мора или Кампанеллу, Город солнца, то мы обнаружим там абсолютно те же тезисы, что присутствуют в итоге у Маркса. Те же самые устремления. Во многом. Не все совпадут, но очень многие. С другой стороны, тоже история, анализ истории своеобразный у Маркса. Есть и политики экономики, тоже экономический такой обзор. И Маркс, как экономист, но тоже не особо уникален. А есть текст «Экзамен Витгенштейна», где на Витгенштейна издеваются и показывают почти полную вторичность трактата от Бальцана и прочее. Ну вот. Ну то есть, блин, апеллировать к вторичности в рамках философии, особенно после нового времени, это тупо. Это прям вообще тупо. У Кортезия новых элементов философии, ну чуть-чуть, вот совсем немножко новых элементов философии у Кортезия. У него огромный пласт философии связан непосредственно со схоластикой. Ну чтобы вы, в общем-то, не особо вот так вот в наших оригинальных мыслителей верили, по сути. Просто, ну, вот так вот складывается. А вторичность стала таким, особенно в контексте христианской культуры, уже после нового времени, это обычный элемент любой философской системы. Как минимум. Уже у Платона имеется та самая вторичность. Он как минимум берет этику, стандартную греческую, этику тех же самых семи мудрецов известных. У Сократа, в том числе Сократа, Платон вторичен по отношению к Сократу с точки зрения этики. А Сократ вторичен с точки зрения этики по отношению к семи мудрецам. И Аристотель тоже вторичен, потому что вот это вот учение о мире замечательное. А с другой стороны, Платон вторичен по отношению к Пифагору. Получается, ну то есть учение о числах и учение о идеях, это очень схожие концепты. Это невероятно схожие концепты. И восприятие у них невероятно схожее. И Платон непосредственно числа читал тоже идеями. И в принципе он немного доработал, вот так вот, чтобы большой пласт идей, больше пласт идей получился. Он применил учения на числах, еще к языку, так скажем, получились универсалии. И они стали идеями. Ну замечательно. Очень оригинально. Платон, он тоже в принципе такой эклектический философ получается. И давайте искать, а кто, Аристотель может быть не эклектический философ? Или еще лучше, там, Аквинский. Может быть, Томас, он был не эклектическим философом, да? Ну, 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 как бы лол. У нас очень много эклектики вообще в философии. Это, это адекватно, это нормально, это почти всегда встречается. И это, ну, лол, как бы. Но оно вторично. Кстати, кто самый оригинальный философ Эвер? Я думаю, древние были довольно-таки оригинальны. Может быть, мы даже не знаем тех философов, которые непосредственно создавали какие-то оригинальные идеи. Ну, например, софисты довольно оригинальны, потому что они пошли, например, в ту сторону, в которую вот не шла вся остальная философия. Вся остальная философия двигалась в сторону истины. А софисты такие, так нет, наверное, надо бы человека поизучать, его мнение, его позиции как-то. Усомниться, а может быть, невозможно ваше познание. И софисты начали развивать такую философию, которая двигалась в сторону от истины. Изучать другие аспекты общества, бытия, которые не связаны непосредственно с такой вот истиной, верой в истину. И это тоже интересно. Ну, то есть такой прорыв у софистов именно был. У скептиков такой небольшой прорыв, ввиду того, что они вообще и от истины, и от неистины тоже отдалились, и выродилась такая вот философия ничего практически. Философия, в которой все сомнительно. Это тоже интересно. Ну, опять же, к самым древним, наверное, следует апеллировать, кто вот самый оригинальный. Потому что вот самые древние, когда у них просто ничего не было, вот вообще было ничего у них, у них было ничего. Им что-то приходилось придумывать непосредственно. И не с чего было комбинировать, по сути. Это, наверное, даже еще, может быть, до Фалеса были какие-нибудь мыслители, мифотворцы, которые первые создавали свои концепты. Вот, может быть, такие вот были самые оригинальные. Философы Эвер. Ну, типа, люди, которые предлагали совсем оригинальные концепты, которых до них никогда не было. Без комбинаторики какой-то вот такой, без совмещения, без эклектики. Ну, то сократики во многом, да, оригинально. Оригинально, конечно, тоже. Но очень простые и наивны при этом. То есть, с одной стороны, как вы понимаете, у нас простота, наивность такая вот. Все есть огонь, все есть вода, все есть воздух. Но это оригинально, с какой-то стороны. А с какой-то стороны, у нас потом появляются более сложные учения, в основном, за счет эклектики. Ну, и что с этим делать, как бы? Ну, ну, Айн Рэнд дурой теперь, получается. Потому что она сделала то же самое, что делали практически все известные философы на протяжении всей истории философии. Ну, особенно после Нового Времени, эклектика стала, ну, своеобразным таким вот символом. Без эклектики, ну, никак. Ну, да, Кантус омнился в чистом разуме, а потом, бац, этика долгая, этика, там, не знаю, очень похожая на христианскую во многом этику. И большие такие вот пассажи, посвященные оправданию христианства, тоже у него есть. Не знаю, также еще эклектика, он туда присовокупил еще, эстетику, эстетику присовокупил, эстетика гениев там всяких, возвышенная и просто прекрасная. Ну, это тоже определенные эклектические наслоения даже у Канта. У кого нет эклектики. Да, философия объективизма начала набирать активную популярность на Западе с самого момента ее зарождения. Ну, вот, чувак, честно говоря, написал довольно-таки поверхность свою статью на эту тему объективизм, мог бы раскрыть непосредственно аспект. Ну, то есть, даже в статье на Википедии мы встретились с более основательным разбором. В Стэнфорке там посложнее, и ввиду того, что перевод довольно-таки шаткий, он даже не процитировал тот текст, который нам был бы интересен сейчас в данном случае. Блин, печально, понятно. Что у нас? Таким образом, объективизм Байн Рент является практическим руководством к действию. Представляя собой доктрину свободного человека, который находит свое отражение во всех проявлениях его жизни. Данная философия, набирая все большую популярность в России, в будущем может служить этическим и моральным фундаментом для следующих поколений. Ведь политические, экономические и социально-культурные изменения, происходящие в стране, требуют непрерывного развития, апологетом которого и выступает Айн Рент. Ладно, это действительно студенческая статья, здесь не очень сильно было что-то представлено. Ладно, давайте сейчас посмотрим, что еще есть в Ей Лабрери. Сейчас я вам выведу непосредственно сам Ей Лайбрери. И давайте посмотрим, что вас может быть заинтересует. Здесь по Айн Рент, может быть мы найдем что-то интересное. Вот, вот это кладезь научных статей по разным темам, и мы уже ищем. Вот видите, объективизм, философия Айн Рент, Пейков, Л, он, Леонард Пейков, он мог бы нам бы помочь, но его скачать, к сожалению, нельзя. Нужно вот такие вот зелененькими, как минимум, штуками. Украина, да, супер. Мы не будем считать украинцев принципиально. Трактовка рационального эгоизма нас не интересует. Драма Айн Рент, нет. О милосердии и справедливости, nope. Образы предпринимателей в романах Драйзера и Айн Рент. Видите, какие темы, кстати, разбираются? Черт, мне даже обидно стало за философов. Я и сам любил раньше посводить философов к предшественникам, но когда это слышишь с той стороны, как-то обидно. Слово философы лишь безвольные проводники мемов. Ну, просто придумать новую концепцию, возможно, можно что-то новое придумать, но это очень тяжело. И вообще у нас уже существует жесткая такая система. Система философии с определенными тенденциями и традициями. И новаторство не то, чтобы косметика, но, например, гегелианский подход к диалектике – это определенное новаторство. И оно довольно-таки интересно, и на него следует обращать внимание. Но просто с каждым новым веком новаторства философии становится непосредственно все меньше. И это, наверное, нормально с одной стороны. По крайней мере, когда речь идет о работах в рамках той или иной тенденции. Тенденция нового времени, она тоже довольно узкая, в принципе. И если возникнет внезапно что-то новое, невероятное... А вы понимаете, у Фихты диалектика уже есть. И у Канта она даже есть в его антиномиях. Это действительно. Там тоже имеется своеобразная диалектика. Только из двух элементов. Диалектика, два элемента, без сведения. Там, наоборот, это все в сомнение уходит, такое вот, в критику. А у Фихты, да, имеется диалектика «я, не я» и уже большего «я». Получается «я, не я» на слиянии «я, не я». Блин, как это жестко звучит со стороны всегда с Фихты. Ну да. Фихты применил это, в общем-то, к теме «я». А Гегель применил свою диалектику еще более оригинально. Он спроецировал ее непосредственно на мир и сделал диалектическую логику законом этого мира. Это тоже определенное новшество, понимаете? Прямо он сделал логику свою диалектическую, антологической характеристикой мира. Это клево, это интересно, это хорошо, это действительно новаторство. Но у Гегеля при этом тоже много всевозможных элементов из разных их философских систем, включая кантианство, между прочим. И фихтианство тоже, кстати. Поскольку Гегель обучался непосредственно до уфихты, так или иначе. Ну то есть был его духовным наследником во многом. А Шеллинг проектировал диалектику на природу. Это тоже у него замечательно представлено. Я согласен, да. Да. Но это немножко разные диалектики, и там какое-то новаторство все-таки присутствует. И это не косметика, это сущностное новаторство, и это сущностная комбинаторика, сущностная эклектика. И от этих эклектических элементов порой возникает что-то тоже новое. Новые объяснения, новые концепции, что-то вот... Новые миросозерцания. Это хорошо, это интересно, это замечательно. Но вот просто критиковать Айн Рэнд за именно вот этот вот аспект ее вторичности, так скажем, ну лол. Ну как бы лол. Так, ну...